Дима Бойко Это значит, что ты должен помогать, и ей нужна помощь, и можно в любые суммы ей давать, хоть один рубль, хоть миллион. Шестой благотворительный фестиваль «Танец во благо» объединил начинающих и профессиональных танцоров разных уличных стилей, чтобы не просто выяснить, кто лучше, а помочь в борьбе за здоровье своей коллеги. Атмосфера танцев, чемпионата, соревновательный процесс. И, соответственно, все вместе, в совокупии поддерживаем танцов общество «Нюту» Анну Белякову. Обычно мы всегда не на слаге говорить. Собираем денежку и на реализацию. Виталий Гришутин – один из судей фестиваля в брэк-дансе с 1985 года. Застал расцвет этой культуры в России. Признается, выбрать лучших будет сложно. Танцоры пришли заряженные. Буду судить, наверное, смотреть по танцевальности, ну и по подаче. То есть техника, в принципе, достаточно технику научиться. Но я все-таки с категорией, как артистическая тема в брэкинге, это тоже, я считаю, неотъемлемая часть подачи брэк-данса. Потому что это все-таки танец, который завораживает. Эвелину Хасивалиеву брэк увлек так, что теперь остановиться не может. Променяла гимнастический купальник на широкие штаны и кроссовки. И нисколько об этом не жалеет. К ссадинам и ушибам уже давно привыкла. Если честно, когда я получаю, например, какой-то шрам, то я думаю, ну, это не какая-то там травма, а это памятка жизни. Фестиваль получился добрым и, конечно, стильным. Пока танцоры ловили единый ритм на площадке, родители не отставали. Поддержка у танцоров собралась подстать. Благотворительный фестиваль «Танец во благо» объединил разные поколения с одной целью – помочь тем, кто в этом нуждается. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова